и в америке почему оттуда нет прямого эфира вот я почему вот у меня вопрос мирные переговоры о чем мир в стране мир в стране страна хочет знать о чем вы говорите о чем вы торгуетесь потому что торговля вся война это торговая война вот правильно называть это торговые войны и тогда пусть они расскажут о чем они договариваются вот эти люди там сидят люди бы удивились никто бы не взялся за оружие если бы увидели о чем они договариваются потому что причины войны это деньги их деньги их личные интересы их клановые интересы если бы они начали озвучивать вот прямой эфир включили бы с этой встречи вы бы услышали такое после чего вы ни в одну страну в мире не поверили бы ни в одну ни в какую политику просто никогда бы не верили плевались бы просто когда бы слышали что кто-то на кого-то напал там или отпал или еще что-то кто-то борется там на выборах и будет нам помогать на выборах вы бы поняли что это все вот такое что за выборы а пока мы нас держит неведение что существуют некие люди которые там за нас что-то делают для нас что-то делают что у нас существует страна нас уверять что мы не рабы мы рабы мы работаем и платим налоги мы не можем деньги хранить в другой стране если мы деньги храним другой стране и ведем там экономическую деятельность мы платим деньги в ту же страну мы уже не живем там почему мы должны платить потому что они наши хозяева ты работаешь здесь у тебя бизнес здесь ты платишь деньги в россии ты платишь деньги в америке ты платишь деньги в той стране в которой ты являешься собственностью ты являешься собственностью страны вот валентина живет здесь она гражданка америке она налоги платит в америке если она будет вести здесь какую-либо деятельность купить здесь отель например то она налоги будет платить и в Америке, и здесь за эту деятельность. Понимаешь? Два налога и здесь, и в Америке. Так получается, ты собственностью становишься. Ты становишься собственностью, ты раб. Где бы ты ни работал, ты платишь хозяину. Не на земле, которую ты используешь, ресурсы используешь для того, чтобы построить отель. Ты платишь своему хозяину, где бы он ни находился. Понятно? Мы рабы, и мы должны это понимать. Мы должны прямо смотреть. Мы рабы этих людей, которые между собой договариваются. И если вы собираетесь конфликтовать и биться, вы только бьетесь за их личные интересы. Вы бьетесь за то, чтобы потом платить налоги кому-то из них. Зарабатывать деньги кому-то из них. Вот и все. Победит кто-то, вот вы ему теперь будете платить деньги. Стоит ли в этом участвовать в их войне? Стоит ли в этот участвовать в этом участвует? Продолжение следует... Продолжение следует...